Дорогие друзья, всем привет! С вами Виктория. В этом видео я хочу вам рассказать, как я готовлю творог в домашних условиях из магазинного молока. Я уже давно живу за границей и готовлю творог сама. И хочу поделиться этим удачным рецептом с вами. Сразу хочу сказать, что по этому рецепту творог получается не кислый, а довольно сладкий. Давайте приготовим. Итак, для приготовления нам понадобится пастеризованное молоко жирностью не менее 3%. То есть, покупаем молоко жирное, не полужирное, не обезжиренное, а именно жирное. Жирность моего молока 3,5%. У меня здесь 3 литра молока. Наливаем его в кастрюлю и ставим на маленький огонь. Регулярно помешивая, доводим молоко до температуры 38-40 градусов. Можно воспользоваться градусником. Если у вас нет градусника, то определяйте по температуре тела. Молоко нагрелось, убираем его с огня и подготавливаем закваску. Для закваски можно использовать йогурт, сметану или простоквашу. Я использую сметану. Сметану нужно добавлять с расчетом 2-3 столовые ложки на литр молока. Если же это йогурт, то 1 столовой ложки на литр молока будет достаточно. Сметану с молоком хорошо тщательно перемешиваем венчиком, чтобы не оставалось никаких сгусточков или крупиночек. Накрываем крышкой, закрываем теплым полотенцем и оставляем при комнатной температуре до скисания. Время скисания зависит от самого молока и от температуры вашего дома. На это может уйти сутки-двое. У меня уходит на это примерно полтора суток. Время прошло. Наше молоко скисло. Образовался вот такой кисляк или как его еще называют сгусток. И теперь мы ставим молоко на медленный огонь. И регулярно вот так вот, не помешивая, а вначале просто делаем вот такие как бы разрезы с помощью лопатки или ножа. Прогреваем молоко до 40 градусов. Можно также воспользоваться градусником. Постепенно вы начнете видеть, как сыворотка начинает отделяться от творожной массы. Сейчас я вам покажу поближе, чтобы вам было более наглядно, особенно если вы это делаете в первый раз. Огонь должен быть обязательно очень медленный. Происходит как бы нагрев. Не нужно, чтобы у нас творожная масса кипела или бурлила. Это должно происходить очень-очень медленно. Вот уже сейчас стало лучше видно, как сыворотка отделяется от творожной массы. Это означает, что наш творог практически готов. На все про все, на весь прогрев у вас максимум должно уйти 15 минут. Творог пошел вот такими хлопьями. Сразу убираем кастрюлю с огня и подготавливаем вот такую конструкцию. Кастрюлю или глубокую тарелку. В нее помещаем дуршлаг и сверху выкладываем марлю, которую нужно сложить в несколько слоев. Либо вот у меня такая ткань, которую я использую вместо марли, когда готовлю творог. Даем нашей творожной массе немного остыть. Затем переливаем вот таким образом. В марлю собираем концы, подвешиваем, либо оставляем в дуршлаге. Время от времени при этом нужно сливать сыворотку. Чтобы сыворотка полностью стекла, на это уходит примерно полтора-два часа. Вот такой творог на выходе получается. Из трех литров молока и шести столовых ложек сметаны у меня получилось 790 грамм творога. Творог получается без кислинки, зернистый и слегка влажноватый. Подаем его на десерт с вареньем. Получается очень-очень вкусно. Это очень натуральный, здоровый и вкусный продукт. Готовьте с удовольствием, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с новыми рецептами!